Жители поселка Приозерный, что в Карткировском районе, обеспокоены предстоящим переселением в новый микрорайон. В рамках республиканской программы борьбы с аварийным жильем, там построили для жильцов старых бараков 12 многоквартирных домов. Но с некоторыми недочетами. О них сельчане рассказали нашему корреспонденту Евгению Ракину. Через силу надо закрывать. Я так не могу. Мы что можем? Неплотно закрывающиеся двери, кое-как установленные конвекторы, выпирающий пол. Будущие новоселы тщательно изучили каждый сантиметр своего нового жилища. Подрядчик сработал неплохо только на первый взгляд. Недоделки в глаза не бросаются. О себе они дают знать при детальном осмотре новостроя. Вот это подрядчики сделали. То, я говорю, уже, слава богу, руки есть. Смогу так сделать со временем. Ильхам Горевзянов готовится к новоселью, переделывая то, что не смогли нужным образом сделать строители. Квартира, говорит, в общем доволен. Она, конечно, лучше старого барака. Но переезжать сюда Ильхам не торопится. Есть еще проблемы с водоснабжением. Да и предстоящая зима должна проверить конструкции на прочность. Как она в свое время покажет 40 градусов мороза на улице в декабре, январе месяце. Как она эта квартира покажет? Я же не знаю. Я, наверное, в новую квартиру переселяю в первый раз в жизни. Снаружи новостройки радуют глаз. Яркие, разноцветные. Они создают приятный, позитивный образ будущего жилого массива. Но недостатки нет-нет, да и найдутся. Вот фундамент залит под дом. Вот сами посмотрите. В ладонь влезет, не то, что ладонь. В ногу нужно залезть. В микрорайоне предусмотрена передовая система водоотведения. У каждого крыльца выгребная яма. В них спрятаны септики, призванные бороться с нечистотами. Емкость, в которой фильтры находятся, идет самоочищение. Чистая вода уходит, как говорится, в почву, а средние частоты остаются. Технология любопытная, новая для сельчан, поэтому те ей пока не доверяют. Вопросов к коммуналке у новоселок, кстати, немало. Взять, к примеру, электрическое отопление. Не дороже ли оно печного? Мы еще посмотрим, что покажет дальше время. Еще ведь неизвестно, сколько платить за свет. Глава поселка Ирина Каракчева призналась. Поначалу жители аварийных домов отнеслись к идее переселения насторожно. Видимо, тяжело было оставлять насиженные места. Впрочем, взвесився за и против, сельчане все же согласились с предложением властей. Тем более, что те заверили, со временем займутся и благоустройством прилегающих к новым домам территории, и здешней дорогой. Пока по грунтовке в Распутицу не проехать, да и в ночное время она не освещается. У нас там столбов просто нет. Во-первых, это основной минус. Если вот здесь вот это мы будем освещать, да. Но мы выйдем из ситуации, поставив два светильника на близлежащие столбы от поселка и отсюда. Оно позволит нам освещать дорогу. На днях в поселок приедут специалисты коми-тепловой компании. Они должны сделать анализ воды. От результатов зависит, как скоро сельчане смогут заселиться в новый микрорайон. Евгений Ракин, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Карткировский район.